итак всем мир спрашивали какую эпоксидку я использую для изготовления ножей значит в основном я конечно стараюсь использовать эпоксидку такую двухкомпонентную жидкую такую по аналогу советской которая была но если вы видели такие большие коробки белые с красной полоской там был отдельно большой тюбик такая бутылка с смолой и малая стеклянная обычно с отвердителем вот я как-то привык к этой эпоксидке и потом со временем попробовал несколько и вот остановился вот на этой эпокси титан вот из той из тех эпоксидок что доступно у нас в магазинах мне вот эта эпоксидка больше всех нравится потому что и по прочности и по своим но стойкости конечно здесь говорят что эксклюзив вот если посмотреть вот эпокси эксклюзив что она прочность соединения больше чем у этой эпоксидки 300 килограмм на сантиметр квадратный жидкий металл вот но мне принципе вот эта эпоксидка тоже очень нравится принципе я тут тоже пробовал был там у меня нож такой китайский выживальщик в кавычках он развалился я сделал две ну точнее одну сначала такую цельную рукоятку из березы она развалилась и потом я залил вот на этой эпокси эпокси эксклюзив жидкий металл и она очень быстро не то что даже очень быстро встала она но очень надолго стала рабочим ножом там у племянника которым долбал все что только можно вот в итоге так до сих пор и не сломал хотя там уже по-моему сама деревяшка пошла с трещиной и поэтому нож до сих пор еще работает но я думаю что когда-нибудь уже ближайшее время он развалится ну короче говоря мне нравится вот этот вот клей он есть в маленькой упаковке где содержатся такие два тюбика даже не тюбика шприца а это такая увеличенная упаковка 10 дозы и называю ну и не только я вообще ну так примерно на 10 замесов и должно хватать вот я например с этим 100 миллилитров здесь то здесь то сумме 200 вот с этими составами двумя да я сделал вот один нож и ножны потому что там был пластиковый вкладыш я укрепил эпоксидкой и внутри ножен тоже укрепил эпоксидкой чтобы когда вставлялся клинок не цеплялся там за место стыка короче говоря я использовал несколько раз вот и принципе вот столько ушло но он конечно было не до конца налит вот но может быть на счет десяти я погорячился но я думаю что если собирать только ножи допустим на с одной или сквозной монтаж то может быть на шесть-семь ножей ну может быть опять точно хватит такого вот состава я думаю что до больше пяти 6 7 я думаю если там не делать конечно дырок каких-то то есть не дырок и отверстий пропилов очень больших там супер запасом он и не они не нужны эти супер запаса нужно чтобы хвостовик входил довольно плотно в основании рукояти в дерево или в кожу на смотря что с чего делать поэтому в питере делают вот это вот эпоксидку по моему да вот московский проспект дом 57 поэтому мне лично вот очень нравится эта эпоксидка стоит она не так дорого рублей 200 по моему такая коробка стоит она продается практически в любых магазинах хозяйственных конечно хотелось бы там использовать американскую и так далее но не всегда можно найти не всегда на под рукой и она где-то заказывать ездить бегать за ней а вот этот и по этой эпоксидка из современных она очень хорошая вот и нож который я на ней собирал вот из последних на а скринком анти стабилизированные березы сколько я им батонил батонил долбал ковырял бил по рукояти я боялся что-то будет ничего не произошло держит здорово хорошая вещь ну и конечно всем известный паксипол вот паксипол на самом деле мне не очень нравится тем что холодная сварка он вообще не подходит люди есть которые любят с ним работать делать ножи но во первых иногда бывает не хватает 10 минут чтобы успеть собрать нож все отрегулировать пока замешаешь пока нальешь в рукоять пока что десяти минут может не хватить он застынет и неудобно будет особенно если рукоять сборная не целиком в этом нескольких частей состоит то есть надо очень большой навык имеет так сработать с этой штукой вот но здесь вы все про не знаете вот 130 рубля вот такой тюбик стоил 21 грамм что меня не теряет забавно и забавляет и что делается вругвая что мне не нравится вот в этой штуке то что она очень сильно отстает от поверхности которая там не обезжирены или какая-то ерунда там попала на них да это понятно что надо обезжиривать все такое но вот эта вещь вот если вы как бы на нее приклеиваете она менее чувствительна а здесь если вы там тем более на к металлу будете прилеплять обязательно надо насечку делать обязательно еще что-то там придумывать то есть вычищать как бы так пластику она плохо клеится то есть к этому клеему все равно к чему клеится здесь пластик она плохо держит разваливается ну и много других у нее там есть каких-то ну неприятных качеств которые выявляются при работе вот а так в принципе если нужно что-то быстро подклеить такое небольшое на большой вес я не рассчитываю на этот клей вот но что-то починить чтобы держала металл зачищается там добавляется и он держит то есть вот когда нужно выручает но особо как бы я не очень рассчитываю на паксипол потому что он действительно часто как бы подводил особенно я повторюсь что касается пластика каких-то вещей связано с бетоном и связанных с определенными металлами вот поэтому откратце рассказал что сейчас использую если что-то новое добавится я думаю что расскажу об этом спасибо за просмотр данного видео всем удачи и с богом